итак я вас приветствую сегодня наша с вами пятница потрясающе обычный достойный хороший добрый добрый вечер закончилась неделя скорее всего нас и нам есть чем поделиться и подумать немножко что же все таки было так а что было не так как мое вам такое послание да потрясающая неделя была много чего интересного люди прошли своеобразные и мне бы хотелось сегодня немножко поговорить на тему как же мы перестали понимать друг друга какие разные языки очень-очень близких людей и когда сажаешь перед собой двоих и являешься толмачом открываются такие потрясающие картины такие зажатые закрытые глубоко глубоко внутри образы которым практически каждый из нас стремится всю жизнь которые хотели которые хотели бы открыть которые бы хотели воплотить материализовать как каждому удобно для понимания вот если эта тема актуальна и если вам хочется себя открыть и позволить хотя бы на сегодняшний наш с вами час полтора просто позволить заглянуть в глубь себя и увидеть почему вы тормозите почему за теми какими-то размышлениями теми обидами теми какими-то требованиями такими изогнутыми скрученными конструкциями мы не позволяем себе жить и последняя интересная тема которая сегодня даже была у нас с утра почему-то все маниакально по-другому сказать не могу маниакально начинают генерировать разбираться вникать в сутевые нагрузки абьюзовства жертвенности так эмоционируют так это все перемалывают так это все в себе перекручивают и впадают в это коматозное состояние переживаний страданий обличений притягивание за уши я бы не хотела активировать эти темы публично и без конца их раскручивать у меня по отношению к вам совсем другая задача показать что все в этой жизни решаемо показать что все что происходит мы с вами сами для себя самих творим и делаем и мы по большому счету даже не признавая себе том что мы творцы своей жизни отворачиваемся иногда стыдливо иногда игриво от того что сделали что именно натворили и непонятная нецелесообразная неуместная улыбка такого великовозрастного детяти и мы за ней прячемся улыбка должна быть сияющая улыбка должна быть от души и красивая достойная но самодостаточная то есть нельзя смеяться там где нужно плакать но и нельзя плакать там где ему нужно смеяться то есть наши эмоции нам нужно с вами уравновесить чтобы это было внутреннее внутреннее именно чистое состояние и слезы иногда исцеляют и смех иногда окрыляет но мы-то с вами должны сбалансировать свое внутреннее состояние информационные потоки на нас идут так что иногда диву даешься как какое многообразие какая многоликость и при этом пустота вот если интересно если тронуло если есть что обсудить и вынести именно вынести в публичное поле я готова ответить на ваши вопросы если буду в этом вопросе компетентно итак я вас приветствую сегодняшняя с нами пятница и вы со мной и я с вами и мы начинаем как обычно разбираться в сложном простыми вещами и в простом иногда долго иногда емкой и глубоко раскрывать то что на самом деле лежит на поверхности ирина николаевна здравствуйте здравствуйте что значит принять принять ситуацию человека как научиться принимать ведь принять можно смириться ситуация быть жертвой к примеру и жить как в негативе приятие это сценарий обстоятельства ситуация которая перед вашими глазами разворачивается каким-то человеком ни одна ситуации по жизни не бывает просто так кто-то ее для вас или просто создал если вас это эмоционально задевает и вызывает у женщин боль если это негатив или радость от того что так случилось и вы этого очень ждали и вот принимая и плюс и минус нам самое главное понять мы на эту ситуацию можем повлиять вот конкретно каждый из нас можем наверное можем если объединимся наверное можем если будем смотреть в одну сторону и это глобальные ли достаточно такие большие емкие ситуации а если ваш сосед с вами не поздоровался вы конечно можете расстроиться и долго долго в течение всего рабочего дня думать что ему сказала что случилось а что там и накручивать накручивать вот это и есть чувство вины и чувство отторжение себя от того что вы не понравились а если вы смотрите и просто видите что человек находится вот в необычном на сегодняшний момент когда вы встретились какой-то модели которая для вас не очень понятно и тогда вам только решать что с делать как на это эмоционально реагировать или просто посмотреть или поучаствовать то есть все что вокруг нас с вами происходит мы создаем самостоятельно то есть обращаем внимание во внешнем мире и нам кто-то создает конкретно по отношению к вам к нам желая увидеть вашу или реакцию или какое-то стереотипное привычное поведение или достаточно серьезную емкую эмоцию то ли радости то ли ужаса но мы друг другу всегда все создаем ваша основная задача понять а что с этим делать что с этим делать и если у вас импульс идет внутренне раздражительный значит эта ситуация была создана для вас чтобы получить эту реакцию если вы смотрите говорите ну да допустим дальше дальше что то есть первое когда мы отслеживаем свое эмоциональное внутреннее очень быстро прям кардинально за секунду неожиданное событие и за секунду смена состояния то бишь отношения следующее идет принять это перед вами распаковывается чужой сценарий и этот чужой сценарий кем-то создан и он создан для того чтобы получить от вас какую-то эмоциональную реакцию или ступор когда вы встали и не знаете что делать почему первое чему мы с вами учимся чтобы не происходило движение должно быть второе очень важно вы должны понимать кто создал эту ситуацию она готовилась если вот так перед вами распаковалась и эта ситуация скорее всего в вашем внутреннем внутреннем восприятии вами уже когда-то переживалась проживалась и застывшая эмоция она так и просится наружу поступайте по-другому всегда поступайте по-другому страх это всегда наши внутренние переживания которые мы не даем возможность которого вернее мы не даем возможность выйти почему да кто-то осудит кто-то посмеется кто-то скажет нелицеприятное слово и мы перестанем нравиться тому обществу перед которым танцуем с бубнами и это общество в лице людей так или иначе пытается вам создать неприглядные ситуации чтобы посмотреть на ваш ступор чтобы увидеть на вашем лице ужас или какие-то другие эмоциональные составляющие и это называется управление человек который понимает что происходит и имеет чувствительность и общается со своим телом как с пониманием уровня комфортно или некомфортно он заранее заранее готов и знает то есть предупредительная предчувственная база уже заложена потому что вы себя принимаете ближе вас я каждый раз повторяю том что никого нет если вы чувствуете изменения в телесной сфере там спотыкаетесь банально это всегда просто спотыкаете что-то забыли куда-то не хочется идти закружились завертелись значит вы не уверены в том что хотите сделать или то что уже приняли решение не знаете как это дальше будет развиваться потому что это спонтанное необдуманное действие под каким-то серьезным напряжением из-под которого вам кажется что вы не можете выйти то есть вам вас уже толкнули в спину вас уже кто-то принудил и заставил и тело таким способом пытается кружиться то есть размотать и выйти и вот принятие это когда вы отслеживаете и спрашиваете у себя что происходит что за суета что за хаос почему я хожу за одной и той же вещью почему я перекладываю туда-сюда что-то вообще не нужно куда я не хочу идти с кем я не хочу разговаривать глядя на телефон мне не хочется не хочется так и скажите не хочется вот это наша зажатость внутреннее неразрешение себе и проявляется в тех или иных ситуациях которых нам кажется кажется слышите это люди нам кажется что мы не сможем справиться что нас обязательно обидят что нас обязательно принудят нам обязательно выстроит какое-то огромное количество всевозможных ограничений как заборчик как вальяжи вольерчик как как это называется детки куда садятся манежек и вот туда сами себя сажаем вас туда никто не приглашал вам просто создали ситуацию и хотят посмотреть справишься нет если есть внутренняя уверенность и знания каким способом каким инструментом с кем можно это проговорить потому что всегда дается время всегда и если вы разрешаете себе увидеть картину со стороны то есть за ней понаблюдать то вы разберетесь любой ситуации мы живем как ячейках как в сотах и в вашей соте будет только ваша ситуация согласно вашим каким-то внутренним потребностям то ли славы то ли денег то ли статуса или власти то ли интимных отношений и мы дальше никуда не ходим и все ситуации если вы будете адекватные и честны с собой они так или иначе крутятся вокруг того что вам очень хочется но вы туда не пускаете себя а приятие это когда я точно понимаю что я хочу я точно знаю что результат получу может быть не весь процесс который сейчас только запущен мне не сразу виден но обязательно появится возможность при помощи которой будет разрешена любая моя ситуация потому что я знаю и это мое глубокое убеждение что нет в моей жизни неразрешимых задач примите такое же убеждение ваши нейронные сетки как ум как разум они начнут аккумулировать другие немножко пути дорожки тропки для того чтобы поставленную задачку решить и на это все самое главное вы сами себе и мир перед вами и ситуации люди будут давать вам время и вы будете уравновешены спокойны и отслеживать эмоциональные импульсы с понимание верном направлении идете или не очень и это называется инструменты то с чем нам приходится сталкиваться но мы никогда не пытались это хоть как-то классифицировать и есть то что получается у нас легко а есть то что не получается от слова совсем и это называется . входа ирина николаевна здравствуйте посмотрела видео взаимоотношения матери и взрослого сына а как развиваются отношения между матерью и взрослым сыном если сын вовне ни в чем не состоялся и от этого воюет с матерью мать никуда не уйдет от сына каким бы он ни был разъехаться конечно идеальный вариант но в некоторых случаях он невозможен пенсии не хватает даже за койку в общежитии заплатить как быть ну наверное вы очень за него держались за своего сына и обычно женщина поступает так что пересказывая рассказывая какие-то страхи и выстраивая ограничения и зачем и почему да не не пущу будет плохо и как-то еще не надо давай потом вы не дали ему возможность развиться вы не дали ему достаточного количества попыток чего-то достичь плюсом среда в которой вы живете она наверное не сподвигала на какие-то серьезные изменения самое непростое будет если ваш сын смирился тогда это через тернии звездам и под каким-то таким достаточно сильно непоколебимым мужским надзором для того чтобы вашему сыну захотелось увидеть что есть другая жизнь и потребность еще жива стать мужчиной это не обязательно отец есть я практически стараюсь читать все комментарии и вы очень часто пишите разнополярные вещи из расчета да нет без отца не может можно я вас уверяю можно потому что мы взрослые люди и вот родительское детские отношения они заканчиваются где-то уже ближе 8 к 18 годам когда институт там или какое-то другое учебное заведение но после школы и куда-то ребенок вот тот багаж те напутствие все ваши убеждения весь ваш образ жизни и отношения внутри к семье в семье он и будет являться тем опытом как разрешительной базой для коммуникации девушки с людьми мальчиками будущими мужчинами вовне то есть достижение возможности умение дисциплинарно что-то выполнять разбираться когда что-то не получается и самая главная воля воля это не упёртости не маниакальность и не требование ножками сучать воля это когда человек точно понимает что в его жизни опять повторюсь нет нерешаемых задач они по мере сложности будут поступать и есть неизбежные вещи как переход называется где нужно обязательно справиться с чем-то на наш взгляд в начале ситуации это что-то глобальное серьезное но если вы не побоитесь не не побоитесь и войдете в эту ситуацию и пойдете на нее на выход напрямую беря и видя возможности и не раскачивая самих себя и не позволять другим себя раскачивать вот тогда и ваш сын если он позволит себе любого человека это даже может быть дворник человек который профессия это тоже возможность заработать деньги и разные профессии разные специальности они иногда очень здорово помогают а сейчас в нашем таком более или менее как на показушно таком специфическом название всех специально сейчас не дворник а мастер чистоты там тут и все но это так чтоб уши не резала этот человек может гораздо больше прожил и увидел ситуации в жизни преодолел и если он действительно готов будет с вашим сыном поговорить ему нужно выговориться с мужчиной ему нужно загореться чьей-то жизнью ему нужно захотеть изменить себя то есть поверить себя вера она не может быть на как-то нами осмысленно это духовная категория то есть знание если он захочет что-то узнать и в чем-то разобраться и в чем-то принаторить то тогда весь фокус его внимание пойдет во мне это первый признак мужчины вопрос как что он там будет делать а родственные связи это конечно круто и хорошо но это очень относительно каждая семья как замкнутая системка обладает чем-то каким-то одним форматом традиционности правил отношений если оттуда не выходить то это будет внутренняя ущербность потому что мир в котором мы с вами живем он очень многолик многообразен и многовариативен и я уже не буду говорить эти избитые фразы вы их слышите каждый раз и от многих и читаете практически везде но просто прочитать теоретически и пойти позволить себе сделать когда видишь как не знаю условный валун выше тебя ростом на твоей дороге можно его обойти можно вернуться а можно взять молоток и потихоньку потихоньку этот огромный камень разбить на маленькие и очистить себе дорогу вот и вашем случае можно долго советовать советовать не люблю и не умею вы будете плакать он будет чувствовать свое превосходство перед вами вы будете кричать он будет закрываться и наплевательский к вам относиться вам нужно увидеть или вспомнить чем хотелось ему заниматься в детстве что вы ему не позволяли он так хотел и вот на этом хотел как-то создать ситуацию как-то увидеть того человека мужчину того человека это может быть тренер это ну кто угодно сосед кто угодно кто захотел бы ему показать друг под другим ракурсом другую мужскую жизнь или это будет вечность разборок переборок требований и обвинений вас в том что у него не получается вы в этом наверно приложили усилия не без этого может может много работали на может были кем-то заняты может там какие-то серьезные ситуации с которыми вам было сложно разбираться это все может быть но у него должна быть внутренне абсолютно такая даже жесткая позиция сделать из себя кого-то то есть стать кем-то все остальное ну это бравада все остальное это ну наверно как-то объяснительное что надо так надо так нет пока человек сам не станет сколько пока он не оденет последние туфли пока он не возьмет последний кусок хлеба из своей хлебницы и скажет что я не знаю что будет но я сделаю и смогу потому что достала и будет искать того кто расскажет как это и будет учиться у того потому что я не хочу быть животным а я хочу быть человеком а вы ну по крайней мере не аккумулируете внутри так как женщина создает среду вы не аккумулируете ни страх не печаль не разочарование внутренне и ни в коем случае ужаса в голове своей не держите попробуйте поддержать даже молчаливо поддержать человека вашего сына он уже взрослый и поверить в то что он действительно способен на изменение кардинальные изменения своей собственной жизни а вы видя как это будет меняться но чисто по матерински в безусловность внутреннюю войдите и будьте благодарны в том что он справляется то есть представьте это ваш сын справляется в настоящем времени не думайте что он хуже всех не думайте что он на кого-то похож вы просто в него поверьте и дайте ему время то есть ваш материнский посыл должен стать за спину ему сказать сына ты справишься у тебя все получится и это будет самое лучшее что вы сможете сделать для своего сына коль ну вот так как сложили то и наблюдаете ирина николаевна здравствуйте здравствуйте у меня ребенок учится в третьем классе на уроках активный хорошо занимается когда учительница проверяет домашние задания то говорит я не верю ты делал с бабушкой ребенку обидно что ему не верят и вообще пропало желание учиться не могу его настроить на обучающую волну подскажите пожалуйста что мне делать в этой ситуации на конфиденциальную встречу с преподавателем и я буду категорично в этом случае потому что я свою историю такую проходила зайдите в кабинет и скажите вашему преподавателю уважительно и без оскорбления но очень настойчиво и спокойно что давайте мы с вами определимся вы достаточно небольшой эпизод в жизни нашей семьи и нашего сына я не буду вас уверять в том что ребенок действительно мой внук или мой сын действительно с удовольствием и увлеченно делает как домашнюю работу так и все остальное и я вам запрещаю в этом сомневаться и я запрещаю и вам его публично вот так унижать перед всеми остальными и если вы хотите что-то узнать или уточнить или проверить знание моего внука или сына тогда вызывайте к доске и спрашивайте предмет уточняйте у меня но не смейте моего сына публично унижать за то с чего он не делал если вы будете спокойны и ровновешены то поверьте любой преподаватель не захочет иметь какие-то там серьезные последствия и она точно поймет что без заказа на это проходить не будет то есть вы иногда мы все вместе иногда обязаны защитить от таких самодовольных взрослых наших с вами детей но это должно быть корректно это должно быть достойно и без особых последствий для вашего ребенка любой взрослый понимает что самое простое это самоутверждение за счет ребенка а если этого ребенка еще и публично в классе ну как-то так унижают это действительно отбивает и охоту учиться и охоту разбиваться даже мечтать отбивается хочется спрятаться под парту или куда-нибудь замолчать и вот у меня девушка такая была она мне даже рассказала историю что в 14 лет она как вуальку на себя одела чтобы ее никто не видел потому что до такой степени все возмущались что она какая-то не такая и она в сердцах и сказала я не хочу чтобы меня видели и мы с этим я не хочу чтобы ее видели работали почти четыре года и если бы не символизм и желание выбраться то есть инструментально без эмоционально сидели разбирали откуда ножки растут и какова причина и пока она это все не увидела и не прожила еще раз она эту вуальку то не сняла и и действительно долгое время никто не видел потому что была кардинально противоположная ситуация и бабушка не отпустила к той учительнице которая прониклась и хотела научить подучить подтянуть чтобы девочка поступила в институт мы все живем в полярностях то есть мы лучше знаем все за своих детей мы очень хотим выглядеть хорошо в глазах преподавателей там соседей каких-то знакомых а вы никогда не обращали внимание за счет кого обычно за счет своих детей очень приятно хвастаться что он у вас отличник но никто никогда не спрашивает цену вопросу этого ребенка за это отлично мы просто выставляем то есть мы показываем через ребенка себя какие мы замечательные родители а вы учитесь смотреть цену вопроса ваших детей и уж если так получается ну я вам сказала как я поступила какой вы вариант для себя выберете вам решать это ваша внутренняя должна быть потребность защите своего ребенка чтобы он знал что он не одинок и что его так просто нельзя и вот эта безысходность когда он не может доказать потому что ему не верят и с нами во взрослой жизни делаются ох какие неприятные вещи и это называется выученная беспомощность то есть мы даже не начинаем себя защищать потому что таких ситуаций в детстве было очень много и искренность вашего сына или внука не произвела должного впечатления на этих взрослых людей отсюда она и растет и неуверенность и нежелание протест и много-много чего растет но самое главное не растет внутренняя вера в себя позволение себе кем-то стать и в этом мире утвердиться то есть не конфликтовать с другими а брать под управление себя и достигать то что хотелось то есть обретать нужные навыки не верить и не слышать ни за спину и ни рядом стоящих что у тебя ничего не получится и вот в этом случае вам обязательно нужно защитить своего ребенка потому что у него заложится понимание что он не одинок и на николаевна здравствуйте здравствуйте у моего мужа привычка говорить то что он думает независимо обидит он меня или нет его мнение не всегда объективно по отношению к ситуации и когда я обижаюсь то он говорит но я же просто сказал подскажите пожалуйста как мне изменить привычку мужа говорить то что думает а научить говорить подбирая слова и думать заранее обидит он меня или нет вам каждый раз нужно пытаться в процессе диалога говорить о том что ты сейчас сознательно мне причиняешь боль или хочешь меня унизить то есть вы ответили практически сама уже на свой вопрос вы это замечаете и видите что ваш супруг находится но в каком-то немножко измененном состоянии то есть когда он повышает голос когда он требует принять свое мнение предыдущий ответ на вопрос это последствия это последствия того что его не слышали того что ему нужно было защищаться что ему не верили что его обманывали что его как-то не принимали где-то взрослые и те же одноклассники однокурсники и он говорит и не понимает потому что то боль которую он испытал тогда она до сих пор в нем почему вы пытаетесь разговаривать из расчета ты ты сейчас мне делаешь больно это ваш близкий человек вы не пытаетесь обижаться это два ребенка один другому делают больно ни другого не умеют они не умеют защищаться у меня даже комментарий такой был что вы не называете детскими моделями вы будьте внимательны когда ребенку создает невыносимые условия как тому щеночку он будет кусаться он будет ломать он будет все что угодно делать потому что он не знает по другому как и дети самые жестокие когда непереносимость уже зашкаливает то ли отношения то ли среды то ли требований то не то ли не поверной ответственность на нем и он будет все рушить и он будет все ломать и он будет делать больно Вот и вы сейчас, вы встретили внутреннего раненого ребёнка, мальчика, подростка, а вы попытаетесь до него достучаться. Ты мне сейчас делаешь больно, ты даже не чувствуешь этого. Моё отношение к тебе вот такое и такое. То есть вы, заявляя, проявляя такую позицию честности, который со временем, ни сразу, ни с первого разговора, ни с первой фразы, он пока не услышит. У детей эмоциональные ушки, интеллект, они закрыты, они пытаются своё высказать. И это остаётся на очень долгий промежуток времени, а иногда до конца жизни. То есть мы гадить-то научились, а проявлять свои чувства, понимать, с кем я разговариваю, нет, не научились. Мы не видим друг друга, мы видим образы и картинки болевых ситуаций, которые нами управляют. И хотим доказать, что ты не права, даже не слыша ничего в ответ. Вот это и называется сам с собой, я веду тихо беседу. Коль вы понимаете, в моменте попробуйте донести ему. Попробуйте подойти поближе и сказать, пожалуйста, я тебя очень люблю, ты у меня достаточно самый дорогой человек. Остановись, просто остановись. Хуже будет, когда замолчит. Вот это будет совсем плохо. Тогда уже готовится месть. И тогда уже только по двигательным можно определить, какой ёмкости и какой подлости всё это будет замышляться. Пока говорит, вы сможете договориться. И пользуйтесь сейчас этой возможностью и достучитесь за своего супруга. А вот когда замолчит, это уже называется беда. То есть вас решили наказать, вам решили отомстить. И это принятое решение. Вот до этого не доводите. И всё получится. Ирина Николаевна, подскажите, пожалуйста, откуда берётся чувство, что у тебя что-то взяли? Вещи нахожу, но чувство не покидает. При этом много агрессии внутри. Я вроде бы не вижу, что происходит. Ну, на вас оказывается какое-то влияние. То есть кто-то за вашей спиной достаточно серьёзно влияет минусовым отношением. То есть минусом энергии, раздражением. Улыбается в глаза, а сам в спину кидает нехорошие слова. Или вы приходите в среду, где вам некомфортно, и у вас воруют эту энергию. Вампиризм называется. И мы ощущаем, мы пытаемся защититься, но в силу незнания, то есть нежелания видеть. И глубокого убеждения, что с нами этого не произойдёт. И не верите самим себя, себе вернее. Вот и получается. Попробуйте отсканировать. Вы заходите куда-то, что чувствует ваше тело, ощущения. Вам тепло, холодно. Вам хочется остаться или хочется выскочить. Кто чаще всего приходит к вам и зачем. И насколько вы открыты или закрываетесь, или вам неудобно. То есть наша эмоция, ещё раз, это не продукт нашего сознания и мыслей. Это наша предупредительная база подсознания, которая и даёт нам как сигнальную систему, чтобы мы на это обратили внимание. То есть какое-то поступательное движение, если вы пойдёте и не будете сопротивляться своей головой о том, что «ну что обо мне подумают» или «как я буду выглядеть». И это неприлично. То есть навязанные правила, они сподвигают на то, что люди за спиной, они, видя, что вы ищете и найти не можете, кто это делает. И питаются вами, буквально питаются, а вы интерпретируете, простите, эту чистоту воздействия как-то для себя в понятийной форме. То есть вам кажется, что вас что-то украли. Вам кажется, что что-то не так. Вот эта неопределённость, эта напряжённость, которая читается как воздействие разности потенциалов и порождает обращать внимание нашими глазами в этом материальном мире поиск опасности. И это зарождает и панические атаки, и всевозможные фобии. Мы включаемся, мы не хотим разбираться, кто. Опять первый вопрос, на который я отвечала, вспоминайте, пожалуйста. Просто всегда кто-то вам это создаёт, всегда. Мы друг друга вот таким непристойным образом пытаемся воспитать, то есть встроить в свою угоду, чтобы человек по отношению к нам был удобен. И если происходят какие-то телесные кардинальные изменения, это сигнальная система. Что-то в вашей среде не так. Что-то вы думаете одно на другое. Тогда отслеживайте абсолютную реакцию тела. Вы почему-то стали мёрзнуть, вам почему-то стало жарко, почему-то поднимается температура, почему-то вы стали чаще обращать внимание на какие-то негативные новости. Почему-то вы крутите, а вдруг у меня там то-то, а вдруг-то у меня то-то. Почему-то высший пилотаж покупаете, как вот у меня тут есть такие люди, покупаете медицинский справочник и пытаетесь искать там всевозможные названия всевозможных болезней и примерять на себя. Вот это говорит о том, что вы достаточно серьёзно, ёмкой, токсичной среде. Ноги оттуда. Ноги. Сначала выходим, потом спокойно начинаем разбираться, что происходит. И люди такие, они сразу находятся. Они сразу или создают вокруг вас вакуум для того, чтобы вывести на эмоциональную реакцию, или наоборот, начинают со всех сторон на вас наезжать, накатывать требования, угрозы, какие-то посылы недостойные, нехорошие. Выйдите сначала, хотя бы за день выйдите. И вообще заведите правило. У вас должен быть человек, должен быть. Специалист, человек, которому вы доверяете, с кем можно поговорить, обсудить любую тему, не задумываясь, что вы говорите, не следить за свою речью, то есть это бессознательный поток, который вы закрывали в силу каких-то правил и обязательств. Обязательно условие, это не должен быть близкий человек, который не знает близко вашей среды, который не знает ваших знакомых и друзей, который не знает ваших родственников и близких. Он подскажет, он просто послушает. Разница в чем? Мы так привыкли легко разбирать чужую ситуацию, так легко разводить и говорить, тебе нужно сделать то-то и то-то, как кино смотрим. Но как только мы попадаем в гущу своих эмоциональных переживаний, у нас сознание отключается. Вот просто включите, найдите себе такого человека, который на понятном вам языке объяснит со стороны, что у вас происходит. Но условия выполните однозначно. Это не подружки, это не соседи, это не мама и не папа, это не коллеги на работе. Это тот человек, который вообще никак к вашей социальной среде, к вашим социальным связям не имеет никакого отношения. Он должен быть компетентен и желать с вами эту тему разобрать по запчастям. И как только вы ее разберете, сразу найдется причина, а причина всегда человек. Сразу найдется, что происходит, то есть в какой вы ситуации оказались или с каких сторон вас бьют и что хотят. И потом только находится выход, как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями и с наилучшим конечным результатом. Ирина Николаевна, не умею расслабляться, получается лишь иногда. Все куда-то надо и спешу. Я бы сказала, что как будто для кого-то невидимого. И потому почти всегда в напряжении. Это фантомное состояние непрожитого какого-то достаточно жесткого сценария. И вы не куда-то спешите, вы откуда-то пытаетесь без конца убежать. Что-то было емкое, стрессовое. Вы вытеснили, и система включается как безопасности, как механизма перещелкивания, как такие, знаете, шарнирчики или как это называется, шайбочки. Вы начинаете кому-то делать хорошо, вытеснив свою вот эту неприемлемость, недополученность, заботы, улыбки, тактильности, каких-то близких, хороших, достойных отношений. И это вытесняется для того, чтобы не триггерило, но включается бесконечно. Надо кому-то, надо кого-то, надо где-то, надо кому-то угодить, и тогда мне. И вот это поиск безопасного места. А нужно развернуться и посмотреть, откуда убегаю. А что не решила. И это очень иногда неприятно и болезненно, особенно женщинам. Да, это так. Но если вы не остановитесь и не разберёте, и не захотите разобраться, откуда это взялось, и как из этого выходить, и не поймёте тех людей, как они это делают, и почему вы на это так сильно зацепились, и напряжение, ещё раз повторюсь. То есть внутреннее наше напряжение в сознании — это авторитарно длящаяся достаточно долго ситуация или человек, которого вы очень боитесь. И тогда бесконечная сенсорная система нашего тела, оно будет искать опасность. И весь внутренний ресурс вашего тела, то есть вы цепляетесь за любую информацию, которая имеет знак «минус». И вы находитесь в бесконечном поиске, где вам спрятаться. Нужно понять, от кого или откуда вы убегаете, или кого вы боитесь. Женщины чаще всего убегают от авторитета, мужчины боятся каких-то замкнутых пространств, то есть каких-то ситуаций, с которыми они не справились. Им непристойно, как они считают, показывать себя слабыми, а накопительная система, она просто как масса в лепёшку рано или поздно раздавливает любого, без разницы, мужчину, женщину. То есть количество возможных накопительных в бессознательном ситуации тоже имеет предел. Потом это всё отключается, у человека всё замыкается, и он абсолютно «счастливый» впадает в детство, регрессирует и говорит, да жизнь прекрасная и удивительная. Ну вот да, вот я такой, вот я такой, я такая. То есть мы сами себя закрываем, потому что ресурсная база нашего организма, она прежде всего предназначена для длительности жизни. То есть поддержание биологических процессов для длительной жизни. А если вы одну за одну жизнь внутри маховиком раскручиваете за три, значит убирается время, то есть возрастная категория ваша начинает отсекаться. И получается, что человек вроде и не жил, и уже всё, уже старик или старушка. Вот так это работает. Всегда причина, то ли от человека убегаем, то ли из-под какой-то массы обязательств или массы каких-то нерешённых задач в ситуации, как в среде обитания, и мы оттуда убегаем или нас подгоняют. А поиск неопределён. Всегда нужно знать, куда идёте. А тогда с этим, с прошлым можно разобраться. Самое главное, по чести и достоинству, и не бояться собственным страхам и собственным откровениям, инсайдам ещё говорят. Честно, прямо посмотреть в глаза. И тогда жизнь напряжение снимет и удовольствие поставит на это место. Ирина Николаевна, детство было бедноватым, перестройка, 90-е, талоны, дефицит. Сейчас даже при финансовой уверенности имеется нелепая страсть к стяжательству, жадно бережливости. Как лечить? Знаете, стяжательство, оно вообще лечится очень просто. И вот наши тут эксперименты такие, эмпирические, постоянные, ежедневные действия. А возьмите, если вы живёте в большом городе или в более или менее хорошем городе, а возьмите в зоопарке на содержание нескольких животных. Лечится в течение, ну, года точно. То есть у вас сохраняется вот тот образ представлений, что завтра что-то изменится. И если вы себя не пускаете в плане благотворительности, в плане позволения себе нерасточительности, услышьте меня, пожалуйста. А если вам захотелось... Вот у меня тут есть такой товарищ интересный. Мы как-то так проговорили, была у нас встреча, приятная, хорошая встреча. Он говорит, вы знаете, вот я всё время себя в чём-то ограничиваю. Говорю, скажи мне, пожалуйста, что ты сейчас хочешь? Он говорит, я бы сейчас вот такой классный бифштег съел бы. Вот такой, да такой. Говорю, пойдём. И человек первый раз за последние 10 лет просто позволил себе вкусно покушать. Мужчина взрослый, достаточно, ну, хорошо зарабатывающий, вот как вы говорите. Но ему нужно было, чтобы кто-то это сказал. Я не видела в последнее время более счастливого человека от того, с каким он аппетитом и удовольствием поглощал эту пищу. И когда он закончил, говорит, спасибо вам огромное, вы, говорит, мне целый мир открыли. Вот и у вас та же ситуация. Когда вам что-то хочется, аппетит – это реакция, это потребность тела с точным посылом, чего хотелось бы. То, чего на сейчас вам не достаёт. Заведите себе привычку кушать то, что вам хочется. Потому что наше тело живое, и оно питаться хочет живыми продуктами. И это должно со временем стать вашей нормой жизни. Если вы имеете семью и близких, родных, дорогих рядом с вами людей, заведите привычку спонтанного поездки куда-то, где вы зайдёте тоже куда-то покушаете, походите где-то там по каким-то тропкам, по каким-то, я не знаю, улочкам, по каким-то паркам, дорожкам, тропинкам, аллейкам, пособираете листья осенние или просто под дождём. То есть вы раскрепощаетесь не от того, что у вас деньги есть или нет, а от того, что вы позволяете в этом мире узнавать что-то новое. И это вам констатирует внутри себя, что вы взрослый, то есть вы свободный, и вы несёте полную ответственность за то, что вы делаете. И вы позволяете себе маленькие радости, а потом они будут больше, чтобы не убивать себя за финансовые какие-то ресурсы, которые вы не можете потратить, потому что боитесь, что что-то произойдёт. Всё, чего мы боимся, обязательно появляется в нашей жизни как зеркало. Если вы не боитесь, любые деньги, они должны держаться на вытянутой руке. К ним и прилипать не нужно, ну и с Круджем Макдаком не нужно быть. То есть в Кащея по-русски, из русских сказок не превращайтесь. И не надо над этим златом чахнуть. Никто не знает, что будет завтра, но вы всегда понимаете, что если у вас возникает возможность и посыл, посадить своих девчонок в машину или посадить своих мальчишек в машину, или близких своих, и просто доехать куда-то, просто погулять, просто зайти попить чаю с баранками и вспомнить вот это чувство эмоционального наполнения и потом с удивлением заметить, что вы каждый раз можете себе этого позволить, то вы не только не потратите больших сумм на себя и своих близких, вы наоборот привлечёте что-то большее и достойное в свою жизнь. И чем спокойнее вы будете разбираться, что дарить лучше, чем забирать, и когда вы видите эмоции ваших близких, когда вы им что-то дарите или что-то вы вместе делаете, вот это и есть та разрешительная база, которая не пускает на самом деле нас в какую-то более перспективную, свободную, самодостаточную жизнь. А всё остальное в ролевой, профессиональной роли, зная, как это всё работает, если захотите или уже умеете, вы всего достигнете. Но вот то сокровенное, то человеческое, то живое, то именно, что не доставало, и мы вытеснили и запретили, и даст вам возможность не только удовольствие получать, потому что мы живём от этой формы удовольствия, но и перспективу, и возможность видеть не только для компенсации того, что у вас есть, но и для того, чтобы вы хотели в будущем. Потому что наши потребности, перерастающие в желание, они нами должны констатироваться как задача. Нельзя купить всё, но что-то из этого многообразия, вот этого всей палитры предлагаемых, мы нам же созданными друг для друга предметами, мы, как свободные люди, учимся выбирать нужное, соизмеримости цены и качества, и перспективы для чего. И вот тогда потихоньку вы научитесь именно достаточности, не стяжательству, а достаточности. И это будет абсолютная ваша норма жизни, потому что убеждения, которые, ну, допустим, я им руководствуюсь, мои деньги всегда в карманах других людей. И для того, чтобы мне они их заплатили, ну, надо мне с ними чем-то хорошим и достойным поделиться, ну, надо что-то мне им объяснить, облегчить, показать, с другой стороны подвести. У них раскрепощение происходит. Они у меня учатся, и это целый творческий процесс, когда мы обсуждаем, когда мы выясняем, когда мы показываем друг другу разные точки зрения, и зарождается что-то новое, уникальное, потому что мы многообразны, и каждый из нас имеет свой опыт. И вот тогда, когда я отдала и мне вернули, вот это и есть состояние сопричастности, синхронизации не только сама с собой, но и с теми людьми, с которыми мы коммуницируем, с той ситуацией, которая зарождается. И если вы умеете это всё для себя, во имя себя или для общего блага разворачивать, у вас всегда будут деньги, у вас всегда будут маленькие, сокровенные, но чудесные желания, которые вы не сможете себе запретить. У вас будет внутреннее наполнение эмоциями, потому что мир внешний всегда наполняет нас эмоцией. Но мы, живя и думая, что что-то не так, никогда не замечаем этого чуда. Вот так зарождается чудо. Мы же чудотворцы с вами, чудотворить. А теперь вопрос на засыпку. Какое чудо каждый из нас творит по отношению к себе? Уж пока молчим по отношению к другим людям. Через две недели на новом месте работы заметила изменения в поведении коллег. Чувствую, болтают обо мне, сплетничают. Расстроилась, не знаю, как дальше работать. Спросить в лицо или вести себя, как в ничем не бывало. Уволиться тоже хочется. Смогу ли завоевать уважение новых коллег, если они уже меня не принимают? Ну, я вас уверяю, завоевывать, тем более у девушек, это так себе занятие, бесперспективное. Значит, у нас, у женщин, да, так секретики на тему. Всегда, безусловно, развито внутри, прямо вот как такая змейка, присутствует соперничество. Чаще всего мы даже не замечаем, но если будете внимательны, мы прямо сканируем пространство, чтобы, не дай бог, как в той сказке, я ли всех милее, или тут еще кто-то появился. Если вы действительно чувствуете внутреннее такое нормальное, уравновешенное, самодостаточное, самоуважительное к себе отношение, и ваши профессиональные навыки соответствуют тому месту, в котором вы работаете, или в компании, в которой вы работаете, вы одеваете в пятницу классное платье, приводите в себя в хороший, внешний, такой располагающий, чтобы вам было комфортно вид. Покупаете торт, приходите, говорите, девушки, давайте мы один раз с вами, вот просто проясним, я отвечу на все ваши вопросы, если они будут в рамках человеческих взаимоотношений. Я вам все расскажу, что вам интересно обо мне. Зачем вам что-то додумывать? Ну зачем? Давайте мы проясним, что-то интересное я готова ответить. Единственная тема близких отношений, тема того-то и того-то, заранее не обсуждается. На все остальные вопросы отвечу легко. Обычно за спиной начинают переговариваться, когда люди действительно не пытаются понравиться, не пытаются прогнуться, и понимают, что вот такое тихое за спиной обсуждение, а внешнее проявление игнора и говорит о том, что вы в чем-то лучше этих людей. И они, эти девушки или женщины, немножко вас побаиваются. Тогда или не участвуйте, если не готовы вот так, потому что обязательно найдется та, которая будет самая наглая, самая беспринципная, и будет на вас наезжать. Придет время, и ситуация повернется. И вы сможете закрыть ситуацию, когда поймаете ее на вашем же месте. Со всеми остальными... Ну вот смотрите, вы же смотрите разных спикеров. Как вас привлекают ваше внимание? Кто-то агрессивно рассказывает, да пошли ты всех, да вообще плюй, да делай то, что хочешь, да жизнь одна. И вот в таком формате пробивания жертвенная позиция сидит, я не могу, у меня не получится. Ну ее аж вот так вот, ну надо же, как круто. И тихий диалог сам с собой привлекает вот эту жертву на эту агрессивную подачу. То есть мне очень хочется быть такой, и я с ней прям вот так вот почти слиплась, а потом выхожу и опять голову склоняю до колен. Но это притягательно, и это ментальная зависимость. Каждый раз включаю, думаю, ну сейчас я еще послушаю, и потом вот точно завтра сделаю вот это мама-доча навсегда. То есть мы будем на безопасном состоянии, расстоянии, простите, смотреть в оконца вот этого мира, то есть в интернет. И когда вы на чем-то залипаете, это первая сигналка на чем. На чем, что вам нравится, кем вы хотите быть. И в вашем случае заходите от бедра, говорите, вопрос, а нет, коллеги. Я действительно готова стать перед вами и ответить на все ваши вопросы, в рамках человеческих взаимоотношений и рабочего взаимодействия. Семья там то-то, то-то не обсуждается. И для того, чтобы нам все-таки разрешить ваше такое любопытство, давайте чаю попьем, вот тортик принесла. И я прям готова. Становитесь, и это называется противопоставление. И я вас уверяю, что только одна найдется, а в чем дело и будет наезд. Если вы этот наезд выдержите и скажите, ну Марья Ивановна, ну вопросов нет, ну почему же именно интимные подробности моей прекрасной семейной жизни вас интересуют? Ну давайте, может, как-то в следующий раз, но я не хочу вас обижать, потому что, судя по всему, у вас такого не имеет места быть. И да, она затаится, но в открытую кого-то против вас за спиной уже собирать она не будет. А даже если будет, вы повторите то же самое. И те люди, которые за вами наблюдают, они будут однозначно на вашей стороне. Потому что молчаливое согласие выбора любого лидера для группы, оно подразумевает или жертвенно, потому что боюсь, с работы уволят, она будет плохо обо мне думать, ну как-то вот так приниженно, уничижительно. Или люди, которые собираются и становятся в шеренгу, говорят, подходи, подходи, будем разбираться. Вопросы. Глаза в пол, руки по швам. В чём дело? И вам нужно куда-то выбор делать. Или вы молчаливо пришли, ушли, чаёк тихонечко под клёбой, отработали там свою какую-то толику малую и опять слились. Но рано или поздно, не потому что мы с вами такие плохие, а какой-то человек на уровне бессознательно вас будет выбивать из этой модели, чтобы вы становились лучше, чтобы вы понимали, что происходит, чтобы учились разбирать, как это технологично работает. Потому что сидеть в своей ячейке и думать, что меня никто не видит и меня никто не будет трогать, никогда ни у кого не получалось. Я думаю, вы со мной согласитесь. Так что выбирайте позицию, зная, что будет сопротивление, зная, что будет противодействие. И не в самой прилично человеческой словесной форме. И вы должны точно так же, то есть мы учимся разговаривать на языке тех людей, которые создают нам некомфортные ситуации, из расчёта, чтобы вы заявили свою позицию на их понятном языке. И лидер этой группы обязательно вам должен проиграть. Всё остальное выстроится, и вы будете прекрасно работать в вашей компании. И со временем вас даже в пример будут ставить. Не потому, что вы выиграли, а потому, что вы не испугались встать и заявить собственную позицию, что вы готовы открыть некоторые секреты своей жизни, коль уж ваши коллеги так этим интересуются. Ирина Николаевна, Хочется сказать слава благодарности. Спасибо. Для меня вы лучший психолог. Спасибо огромное. Хочется пожелать вам и вашей команде здоровья и хорошего настроения. Да, мы тут трудимся, и я им тоже очень благодарна. Потому что ваши отклики для наших усилий это колоссальная благодарность. И если ваша жизнь меняется, то мы тут не зря. Мы тут трудимся, придумываем, креативим, потому что каждый раз хочется хотя бы одного, хотя бы один, хотя бы половиночку, хотя бы задумался каждый из вас, что жизнь гораздо лучше. И уже давно здесь всё придумано, освоено, но только по какой-то причине мы боимся с этим познакомиться. Попробуйте на минутку вот осознать, мы живём в замкнутой системе. Мы перерождаемся вот здесь, как в таком большом круглом аквариуме и переповторяем одно и то же. Но в силу озабоченности и без конца внешних, искусственно создаваемых нам проблем, мы никак не можем очнуться. А если чуть-чуть, пускай час в день, позволять разбираться, что же происходит, хоть какую-то калечку, хоть какую-то линеечку, хоть какую-то рядом положить символичную технологическую цепочечку и увидеть, как же ж это, безусловно, все ходят напрямки и обязательно почему-то в яму, потому что не могут справиться со своей природой, потому что страшно, что кто-то подумает, что я, ну, наверное, не так умна или не так умён. Так это один раз подумают. А вам жить ещё и долго и хорошо. И наша жизнь на сегодняшний момент в принципе лучше не становится. Правда, внешние обстоятельства нас так хорошо-хорошо поддавливают. И разделение, которое мы сейчас с вами видим, оно тоже уже конкретно прорисовывается. Так вопрос, вы где? Вы с кем? Опять возвращаемся к тому же. Есть мы и есть они. Вот они, их может быть огромное количество. А мы может быть не так много, но это кулак, который сделает всё и даже больше. А можно не мы и не они, а может пронесёт? Нет. Я вас уверяю, нет. Или получите и от тех, и от тех. Так вот это и называется человек, когда он делает выбор, свободный выбор, и он священен на этой земле. Свобода выбора священна. И учиться правильно конфликтовать, чтобы не растрачивать эмоции, это тоже свобода выбора. Насколько вы себя уважаете? Насколько вы себя цените? Насколько вы можете позволить себе опять, возвращаемся к привычным словам, позволить улучшить себе качество жизни? Я сейчас не о материальных ценностях. Я сейчас о вашем внутреннем состоянии. Состояние минуса не могу, не получится, страшно, ужас. К состоянию могу и получится. Это единственная верная дорога каждого с нами, здесь из нас, для того, чтобы, смотря на себя утром в зеркало, точно знать, что нет человека в вашей жизни, которому бы вы не смогли честно посмотреть в глаза и объяснить, что вы сделали, по какой причине сделали, и самое главное, доказать фактами. И этот человек будет знать тенденцию, ему обязательно захочется с вами рядом стать, что-то с вами сделать. И таких сейчас немного, их всего там процентов 15-20. Все остальные привлекают неопределившихся людей в свои какие-то социальные группы, в свои какие-то проекты, для того, чтобы поуправлять, поиметь. И это сегодняшняя тенденция, она касается всех и всех цепляет. Так вот вы каждый раз вставая и лажая, сегодня пятница, где-то гуляя и отдыхая, вы просто подумаете, то, что вы видите сейчас, это ваш выбор. Вы это сделали сознательно, неосознанно, не имеет значения. Вот то, где вы находитесь, то, с кем вы находитесь, то, как вы живете, на сегодня, на сейчас, на сегодняшнюю пятницу вечер, это ваш выбор. Насколько он вас устраивает? Насколько вы удовлетворены то, что сотворили для себя. А за ваши слова благодарности вот низкий поклон, потому что очень важно, чтобы кто-то тебя слышал, кому-то это обязательно помогло. И самое главное, что обратная связь для каждого из нас ну очень важна. Хуже, когда тишина. Тишина всегда перед бурей. Вот давайте бурлить не будем, а лучше будем идти поэтапно, ежедневно к тем задачкам, к тем целям, которые дают вам внутреннюю удовлетворенность, которыми хочется заниматься, к тем людям, с которыми хочется общаться. А все остальное, я вас уверяю, подстроится, трансформируется, преобразуется. Главное, спокойно, но внимательно наблюдать за всем происходящим в вашей жизни. Давай еще два вопроса и заканчиваем тоже время уже. Приезжала в гости к сестре, которая живет с дочкой, помогает водиться с внучкой. Поехали в торговый центр купить подарок ребенку. Через время я ее потеряла. У меня сразу паника и истерика. Нашлись, а ей хоть бы что. Говорит, а я всегда так делаю. А мне обидно, как будто она меня не уважает. Как вести себя с сестрой? Это форма манипуляции, получения внимания. Это уже выстроенная модель поведения. То есть за нее должны переживать. Она так получает дополнительную эмоцию и значимость в собственных глазах. То есть чем меньше мы даем или получаем внимание, тем больше мы идем на те или иные ущущения для того, чтобы почувствовать нужность, почувствовать внимание, видеть раздрай человека. И дети, еще раз говорю, не очень быстро, получив один раз вот такой отклик, они ставят это как управляемая модель. Но в метро очень часто бывает, когда ребенок падает там на пол вагона и кричит, я хочу. И маме стыдно и неудобно. А ребенок это очень быстро запоминает и начинает это ставить как управляемую позицию над своей мамой. Маме проще сделать, маме проще как-то ее взять на руки, маме еще проще и проще. То есть мы, не разбираясь в свойствах в природе наших детей, не понимаем, что с ними происходит, и вот таких мы и взращиваем. Это не ее неуважение к вам, это выстраданная, выстроенная модель поведения, получение недостающего эмоций, внимания, ужаса или значимости, что она так нужна. И каждый раз это будет пробоваться, потому что это круто. Вроде ушла, подошла, а все в панике. Ну круто, значит, я какая хорошая, я такая замечательная, я такая классная, все боятся меня потерять. Интерпретация от вашей эмоции, чем глубже она была, тем ее вообще будет интерпретироваться. И так зарождается нарциссизм. И это потом будет потребность. А еще раз, а еще раз. То есть потом во взрослой жизни это будет страсть. Ушла-пришала, ушел-ушел, пришел, и опять, и давайте драйв вот этого конфликта, вот это вот эмоции, разрыв, а еще, а еще. То есть это уже идет зависимость. Зависимость от власти над другими людьми, которые не могут спокойно, ровно реагировать на такие вещи. А если вы скажете, что вы придете и предупредите, допустим, кого-то из администрации, или как-то перестрахуетесь по безопасности, где вы находитесь, и не будете выдавать эмоции, то тогда эмоция будет у вашей девочки. И ее накроет истерика, что ей не рады, с ней не хотят разговаривать, и она не получила то, ради чего затеяла эту игру. Пока это игра. Если в нее играть, то кто-то будет выигрышей, а кто-то будет проигравший. Будьте, пожалуйста, повнимательнее, не ведитесь. Дети очень быстро усваивают такие модели, очень быстро. Ирина Николаевна, может ли человек ужасаться от самого себя? Фух, с периодичностью, я вас уверяю. С такой периодичностью, а если в рационалочку сходить, там столько у нас чудиков от Кощея Бессмертного до Бабы Иги и еще там многих всяких. И когда это видишь, и раскладываешь, и видишь, как это работает, фух, все сказки рассчитаны на то, как мы с вами преображаемся в этих сказочных чудовищ, и пытаемся при помощи этого как себя напугать, так и других. Уважаемые мои слушатели, я с вами прощаюсь, у меня просто занятие через 10 минут. Я правда была рада нашей с вами встрече. Не уверена, что в будущую пятницу мы встретимся, но если у меня получится, я обязательно выйду в эфир. А вы пока копите вопросы, пишите, записывайте, и мы обязательно найдем с вами время для того, чтобы их обсудить. Я вам благодарна, что вы есть в моей жизни. Хороших вам выходных. И обязательно найдусь, и мы обязательно во всем с вами разберемся. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok